Анатоль Франц Утром 1 января добрый господин Шантерель вышел пешком из своего особняка предместья Сен-Марсель. Кровь плохо согревала его, двигался он с трудом. Ему стоило немалых усилий идти в такую холодную погоду по улицам, покрытым скользким талым снегом. В порыве самоуничижения он уже давно отказался от кареты, так как после болезни стал серьезно беспокоиться о спасении своей души. Он жил уединенно, вдали от общества и друзей, и бывал только у племянницы, семилетней мадемуазель де Дусин. Опираясь на палку, он не без труда добрался до улицы Сент-Оно-Ре и вошел в лавку госпожи Пенсон, известную под названием «Корзина цветов». Там было выставлено такое множество детских игрушек, подарков к наступающему 1696 году, что посетители с трудом пробирались среди всех этих танцующих и пьющих вино человечков-автоматов, поющих на ветвях птичек, домиков с восковыми фигурками внутри, солдатиков в белых и голубых мундирах, выстроенных в боевом порядке, и кукол, одни из которых были в нарядах знатных дам, а другие — в платье служанок, ибо неравенство, установленное на земле самим Господом Богом, царило и в этом игрушечном мирке. Господин Шантерель остановил свой выбор на кукле, одетой как принцесса Савойская в день ее прибытия во Францию 4 ноября. Пышно причесанная и украшенная лентами, она была наряжена в плотно облекающий, сшитый золотом корсаж, парчевую юбку и накидку с жемчужными застежками. Господин Шантерель улыбнулся при мысли о том, в какой восторг эта красавица-кукла приведет мадемуазель де Дусин, и когда госпожа Пенсон подала ему принцессу Савойскую завернутую в шелковую бумагу, его лицо, побледневшее от постов, изможденное болезнью и удрученное постоянным страхом перед загробной карой, на мгновение озарилось чисто земной радостью. Он учтиво поблагодарил госпожу Пенсон, взял принцессу под мышку и, волоча ногу, направился туда, где, как он знал, мадемуазель де Дусин уже проснулась, но не встает, ожидая его прихода. На углу улицы Сухого Дерева он встретил господина Спона, огромный нос которого свешивался чуть ли не до самого кружевного жабо. «Добрый день, господин Спон», — приветствовал его господин Шантерель, — «поздравляю вас с Новым Годом и молю Бога, чтобы все ваши желания исполнились». «О, сударь, подумайте, что вы говорите!» — воскликнул господин Спон. — «Ведь нередко Господь внимает нашим желаниям лишь для того, чтобы покарать нас, и исполнил он просьбу их!» «Совершенно справедливо», — ответил господин Шантерель, — «мы не всегда умеем распознать, что для нас благо. Я сам тому живой пример. Сперва я счел болезнь, которой страдаю вот уже два года, большим злом. Впоследствии же я понял, что это великое благо, ибо она побудила меня отказаться от той греховной жизни, которую я вел, растрачивая время на всевозможные развлечения. Это болезнь, повредившая мне ноги и помутившая голову, была на самом деле знаком великой милости, которую мне не спаслал Господь. Но не соблаговолите ли вы, сударь, проводить меня до квартала руль, куда я спешу с новогодним подарком для моей племянницы, мадемуазель де Дусин?» При этих словах господин Спон воздел руки к небу и вскричал. — «Как? Вас ли я слышу, господин Шантарель? Нет, это скорее слова вольнодумца. Возможно ли, сударь, вы вели такую праведную и уединенную жизнь и вдруг предались мирским порокам?» — «Что вы, я и не думал этого делать!» — задрожав, ответил господин Шантарель. — «Но прошу вас, объяснитесь, неужели подарить куклу мадемуазель де Дусин, такой уж большой грех?» — «Тягчайший!» — сказал господин Спон. — «Ведь то, что вы собираетесь подарить сегодня этому невинному ребенку, должно скорее именоваться сатанинским идолом, нежели куклой. Неужели вам неизвестно, что обычай делать новогодние подарки есть омерзительное и преступное суеверие, унаследованное от язычников?» — «Я этого не знал», — возразил господин Шантарель. — «Так знайте же», — продолжал господин Спон, — «что этот обычай ведется от римлян, которые видели во всяком начале нечто божественное, а потому обожествляли и начало года, так что тот, кто поступает, как они, превращается, выдало поклонника. Вы, сударь мой, делаете новогодние подарки подобно почитателям бога Януса. Тогда уж заодно посвящайте, как они, первый день каждого месяца юноне». Господин Шантарель, который едва держался на ногах, попросил господина Спона дать ему руку. Дорогой господин Спон снова заговорил. «Неужели из-за того, только что астрологи положили считать первое января началом года, вы должны в этот день делать подарки? И что вас заставляет именно сегодня воскрешать в душе друзей нежное чувство к вам? Разве эта нежность угасла к концу года, а? Да и может ли быть вам дорого чувство такой нежности, которую нужно оживлять льстивыми словами и подарками?» «Сударь», — ответил добрый господин Шантарель, опираясь на руку господина Спона и, силясь приспособить свои нетвердые шаги к стремительной походке спутника. «Сударь, до болезни я был жалким грешником и думал лишь о том, чтобы учтиво обходиться с друзьями и вести себя, как подобает человеку чести. Провидению угодно было извлечь меня из этой бездны. С тех пор, как я обратился на путь истины, я во всем руководствую советами моего духовника. Но я поступил легкомысленно, не спросив его мнения о новогодних подарках. И то, что говорите мне вы, сударь, человек, столь сведущий в делах добронравия и веры, повергает меня в совершенное смущение». «Сейчас я действительно приведу вас в смущение», — подхватил господин Спон, — «но при этом и просвещу вас не своим слабым разумением, конечно, а словами великого ученого и светоча знания. Присядьте на эту тумбу». И, подтолкнув господина Шантареля каким-то воротом, в углу которых тот кое-как устроился, господин Спон достал из кармана книжечку в пергаментном переплете, раскрыл ее, полистал и, отыскав нужное место, стал громко читать, окруженные сбежавшимися трубочистами, горничными и поварятами, которых привлекли раскаты его голоса. «Все мы, ужасающиеся еврейским обрядом и находящие странными и нелепыми их субботы, новолуния и другие празднества, некогда угодные Богу. Все мы, тем не менее, свыклись с сатурналиями и январскими календами, с матроналиями и торжествами в день солнцеворота. Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления, повсюду стоит шум игрищ и перов. Язычники и те ревностнее блюдут свою веру, ибо они остерегаются участвовать в наших празднествах из боязни прослыть христианами. Мы же не страшимся прослыть язычниками, сохраняя их праздники». «Слышите?» — добавил господин Спон. «Так говорит сам Тертулиан, указуя из недрафрики, насколько не подобают вам эдакие поступки». Он вопиет. «Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления, вы оправляете языческие праздники. Я не имею чести знать вашего духовника, сударь мой, но я содрогаюсь при мысли о том одиночестве, в котором он вас оставил. Уверены ли вы хоть в том, что в смертный час, когда вы предстанете перед Господом, ваш духовник будет рядом с вами, чтобы принять на себя грехи, в которые вы впали по его небрежению?» Сказав все это, господин Спон спрятал книжку в карман и с разгневанным видом удалился в сопровождении изумленных трубочистов и поварят, державшихся на некотором расстоянии от него. Добрый господин Шантерель остался у ворот наедине с принцессой Савойской, и, нарисовав себе картину вечных адских мук, на которой его обрекло намерение подарить куклу мадемуазель де Дусин своей племяннице, принялся размышлять о неисповедимых тайнах веры. Ноги, которыми он уже давно владел с трудом, теперь совсем отказывались ему повиноваться, и он чувствовал себя настолько несчастным, насколько может им быть в нашем мире человек, исполненный самых благих намерений. Он уже несколько минут в полном отчаянии сидел на тумбе, как вдруг какой-то капуцин подошел к нему и сказал. — Сударь, не подадите ли вы сколь-нибудь во имя Божие на новогодние подарки меньшей братьи? — Как? Отец мой, что вы говорите? — воскликнул господин Шантерель. — Вы, монах, просите подаяния на новогодние подарки? — Сударь, — возразил ему капуцин, — святой Франциск по доброте своей. Пожелал, чтобы и его дети радовались в простоте сердечной. Пожертвуйте сегодня что-нибудь на добрый ужин капуцинам, чтобы они потом бодро и радостно переносили пустые воздержания в течение всего года, исключая, разумеется, воскресные дни и праздники. Господин Шантерель изумленно посмотрел на монаха. — Да разве вы не боитесь, отец мой, что новогодним подарком можно погубить душу? — Конечно, нет. — Но ведь этот обычай идет от язычников! — И у язычников бывали хорошие обычаи. Господь иногда озарял светом своим мрак язычества. — Но, сударь, если вы отказываете в новогодних подарках нам, то не откажите в них бедным детям. Мы ведь воспитываем подкидышей. На ваше пожертвование я куплю им всем по бумажной мельнице и прянику. Быть может, они будут вам обязаны единственной счастливой минутой во всей своей жизни, потому что на земле им уготовано немного радости. Их смех донесется до неба, а когда дети смеются, они славят Господа. Господин Шантерель положил свой довольно увесистый кошелек в руку минорита и поднялся с тумбы, шепча слова, которые только что услышал. «Когда дети смеются, они славят Господа». А затем, с просветленной душой, он окрепшим шагом направился с принцессой-совойской подмышкой к мадемуазель де Дусин, своей племяннице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok